С чего начнём-то? Вот видите, торчат штыри. Дорога разбитая. У нас не убирают подъезды. К вечеру здесь всё завалено. Здесь просто не пройти. Я не удивляюсь. В любом случае, компромисс можно найти. Мы уже боремся на протяжении 10 лет. В эфире городская программа «42.12. Показать свой двор» нас позвали жильцы дома на Краснодарской, 33. Здесь много накопилось вопросов и претензий. Это помойка, дорога, двор и подъезды. Насколько я понимаю, это частенько такая картина? Ну да, это ещё очень мало. Бывает прям огромная-огромная гора мусора. Но у нас есть фотографии, подтверждающие это. Его сваливают, наверное, жители других домов. Либо, может быть, организации, предприятий, чтобы не платить за вывоз. Вот здесь помойка и вон там. Больше их здесь нет. Они все едут оттуда, вот сюда вот. Это, я не знаю, уже человек десятый. Ну всё, аккуратненько так поставил. Да кто угодно сюда просто приезжает и ставит к вам на площадку. Я предлагаю позвонить в управляющую компанию, пром.лит. У директора приём, чуть позже перезвоните. Вот здесь у вас была песочница. В управляющую компанию мужчины пришли в формах и сняли её. Ну, в обычных там формах. И всё сказали, что поставят новую. Но уже в июне будет как полтора года, её так и не поставили. И по поводу штырей мы уже обращались, наверное, год четвёртый, мы бьёмся. Вот видите, торчат штыри. Ребёнок может упасть, ну как бы и всё. Никто ничего, никакого ответа не даёт. Это разве не опасно? Вот. Дети здесь постоянно бегают. Да, мы с вами росли в таких же дворах в 90-е. Выжили как-то чудом. Видно, что жители прилагают руку. У нас ходит бабушка на четвёртом этаже, она приносит этих мишек, и она здесь ходит, убирается. То есть дворники, никто здесь не приходит. Был субботник, жители выходили, убрались, покрасили деревья. Смотрится-то на первый взгляд прикольно, а ночью страшно. То есть идёт такой человек мимо вашего двора, видит это. И всё. Тут первая кривая рядом. А вот этот, наверное, к дереву вообще пришпиленный. С американским флагом. Здесь сидели гномы, очень страшные гномы. Их кто-то разбил. Да они ушли, наверное. Дорога разбитая, то есть что ездить невозможно на машине, опасно. Ну, хотя бы щебеньем её бы закидали, чтобы нормально машины проезжать. Когда идут дожди, здесь вообще не пройти. То есть у меня ребёнок ходит в школу, с подъезда не выйти. Ему приходится вот так всё обходить и идти вот сюда. Потому что здесь просто месиво. Дальше что? У нас не убирают подъезды. Здесь ужасный запах. Здесь, во-первых, грязно, если вы пройдёте дальше, на это же лист. Бывает и хуже. Это ещё не самый страшный подъезд, я вам скажу. Тут даже перила я недавно проходила. Вот так вот просто взяла. У меня рука была грязная. Приходят уборщики, мужчина и женщина. И собирают подписи, что они убрались. Я на работу спускалась утром. Мне говорят, поставьте подпись. Я говорю, за что подпись? За то, что мы убрались. Я говорю, нет. Они помоют вон там внизу. И всё. А дальше они не поднимаются. Просто сделают вид. Зато, вот смотрите, стенд они оформили вам. Если посмотрите график обработки растворами, вот где? Не было ни разу. Ни разу вообще не было. Прошло уже больше получаса. Что там всё-таки руководство управляющей компании свяжется с нами, нет? У меня нет информации, мне не дали. Буквально пять минут находились в подъезде. И тут появились какие-то вёдра с тряпками. Это вы, да, принесли? Работаете очень быстро. Чем будете здесь заниматься? Буду мыть подъезд. Давно вот здесь сотрудники мыли подъезды? Нет, зимой не моется. Только месяц вот начинается с этого месяца. Там висит график уборки подъезда. Вот буквально каждый день написано, что по графику должен... Дезинфекция. Дезинфекция. Это обрабатывание хлоркой. Я не помню, что на запах хлорки был. Один раз в день хлорка обрабатывается. Каждый день? Да. Когда? В какое время? В любое время. Ваш подъезд, вы же сами видите, какой он у вас. У вас живут бичи. У меня есть фотография. У меня есть фотографии бичи у нас. Кто? Кто? Вы что, девушка, вы такое не говорите, пожалуйста, на камеру. Давайте вам сейчас покажу. Смотрите, вот, просто лежит бич. Спит просто, спит в подъезде. И как вы должны заходить? Я имею в виду, что он находится в этом подъезде. Вы говорите, живут бомжи. Я сейчас говорила. Это только из-за него у нас, да, такая грязь в подъезде регулярно? Не просто из-за него. Мы звоним уже третий раз. В управляющую компанию. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужна управляющая компания «Промлит». Надо заранее договариваться было. Не закрывайте, пожалуйста, дверь. Мы звонили три раза. Когда? Куда? Сегодня. Сюда. В руководство вашей управляющей компании. К сожалению, с нами... Рабочий день уже закончен. Я такого-то уборщицу пропускаю, и все. Рабочий день у вас до 17.30. Сейчас сколько время? 16.34. Запустите нас, пожалуйста. Мы не можем договориться о встрече по телефону. Иду, вызываю вам директора «Промлита», девушку-секретаря, и все будет нормально. Хорошо, ждем. Все, я условно. Спасибо. Я пообещал, что запущу заходить. Ой, спасибо. Все-таки они на месте, да, как оказалось? Двор в ужаснейшем состоянии, дорога в ужасном состоянии. Подъезды не убираются. Это вопрос. Да. Именно по уборке подъездов. Здесь я буду отрабатывать тогда с подрядной организацией, проведем проверку. Ну, в любом случае, по порядку. Что касаемо контейнерной площадки. Проблема первая – это частный сектор, который не оснащен своими площадками. Я рассматриваю, как представитель управляющей компании, вопрос о переносе данной площадки по смене места. И согласование этого места с администрацией города будет проходить общедомовое собрание на группу домов. Мы хотим сделать максимально удалить от доступности вот этой вот проезжей части, да, где идет шквальный выезд. Песочницу-то вернуты жителям? Ваши компании пришли, разобрали песочницу. Песочницу однозначно вернут. В среду, на следующей неделе, с 4 до полшестого, я вас жду как собственника. По всем вытекающим вопросам, основным, которые на сегодняшний день поступили, ну, я вам уже дам конкретные ответы. Это программа 42.12. Пишите, звоните нам, отправляйте фото и видео на WhatsApp, отмечайте нас в Инстаграме. А сегодня с вами были Наталья Приходько и Семен Сахно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова